С этого года в Сахалинском онкологическом диспансере ввели новое меню для стационарных пациентов. В него добавили больше разнообразных овощей, мясных и рыбных блюд, а также гарниров. Над разработкой питания для 10 разных столовых диет работал целый ряд специалистов. В учреждение побывала моя коллега Адалина Леонова. Картофель запеченный для девятки, картофельное пюре для остальных там диет. Потом у нас салат из свежей капусты, кукурузы. И напиток из сухофруктов и шиповника с сахаром и без сахара. Качественное и вкусное приготовление пищи. Так сотрудники кухни обозначают свою основную задачу. Однако, честно признаются, в онкодиспансере такое провернуть непросто. У нас меню щадящее. У нас нет специй, нет соусов различных. Соль у нас ограничена. Долго мы к нему шли, потому что у нас 10 столов, 10 диет, 10 отделений. У нас сложно все это скомпоновать и выполнить нормы. Для пациентов тут разработали 14-дневное меню. На круглосуточном пребывании в диспансере находится примерно 270 человек. Все они получают ежедневное трехразовое питание. А также второй завтрак, перекус и полдник. И все это с учетом назначенного лечения. Скажу небольшую предысторию, что в рамках приема губернатора обратилась пациентка с просьбой обратить внимание на качество питания онкодиспансера и с вариантом того, насколько можно это улучшить. И вот были проведены, как я вижу, уже такие качественные изменения. Было расширено меню. Над разработкой меню, которая должна учитывать особенности ослабленного организма, работает целая бригада поваров-врачей. Главная задача – составить вкусное питание, но так, чтобы не раздражать рецепторы пациентов после химиотерапии. Шеф-повар, диет, сестра участвуют непосредственно в составлении меню. Все меню обсуждается на комиссиях. На комиссиях присутствуют заведующие отделениями, заместитель главного врача, главный врач у нас всегда присутствует на этих комиссиях. Комиссии собираются два, три, четыре раза в год в зависимости от потребностей. За последние три года пищеблок преобразился. Тут заменили кухонное оборудование и столовые приборы. На этом новшества не заканчиваются. В этом году тут проведут капитальный ремонт. Заменят сантехнику, вентиляцию и проводку. Чтобы не создавать перебоев с питанием, работы проводить будут поэтапно. Аделина Леонова, Данил Сарожинский, Илья Назаров, Солнце ТВ. Данил Сарожинский, Илья Назаров, Солнце ТВ. Данил Сарожинский, Илья Назаров, Солнце ТВ.